Ранняя диагностика рака, спасение тысяч жизней, девиз Дня здоровья, который призван мотивировать население к ответственному отношению к собственному здоровью. В рамках акции на одном из предприятий города женскому коллективу врачи-онкологи прочли лекцию по самообследованию молочных желез и осмотру кожи. Делать это надо регулярно, раз в месяц, утверждают они. Если близкие родственницы женщины страдали такой болезнью, это мамы, сестры, родные сестры, бабушки, то тогда можно заподозрить, что есть наследственная предрасположенность. Каждый месяц любая девушка способна после менструации, сразу как они закончатся, принимая душ, на мылевое тело, осматривать свои молочные железы по часовой стрелке. И тем самым, если она обнаружит какие-то изменения, ничего она раньше не замечала, какие-то уплотнения, она может также обратиться к онкологу, гинекологу или к мамологу в онкодиспансер для того, чтобы подтвердить свои опасения или опровергнуть, что это все нормально и получить какое-то лечение. Может быть, это действительно просто мастопатия, а это может быть и начальной стадии заболевания. Как отметила Елена Николаевна, к сожалению, количество пациентов с онкологическими заболеваниями с годами только растет. Это связано, конечно, со стрессами, с постарением населения. Ведь говорят, что рак – это как бы удел пожилых людей, и сейчас в связи с увеличением продолжительности жизни каждый уже доживает до своего рака практически. Но, к сожалению, болезнь также молодеет. А сколько еще тех, которые не подозревают о том, что у них есть проблемы со здоровьем? Ведь часто многие не обращаются к специалистам, пока что-то не заболит. А тех, кто готов терпеть боль до последнего, врачи предупреждают. Я думаю, что ранняя диагностика – это самое лучшее для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, пятилетнюю выживаемость и уменьшить заболеваемость. Лучше болезнь предупредить, чем лечить в запущенной стадии. Поэтому мы выходим, как онкологи, в коллективы, так как многие боятся, даже если находят у себя какие-то образования, они боятся обратиться и не могут подумать о том, что рак лечится на первой и второй стадии намного легче и проще. И жизнь их будет намного интереснее и длительнее, чем это все будет обнаружено в третьей или четвертой стадии заболевания. Выездной день здоровья проходил под девизом «Мое здоровье под контролем». Здесь также был организован прием врачами-онкологами. Благодаря этой акции работающие женщины, не выезжая никуда с рабочего места, смогли получить консультацию медицинских специалистов, пройти обследование и обсудить интересующие их вопросы. Вообще-то это нужно, конечно, особенно всем и молодым, и нам в возрасте, так скажем. И хорошие отношения, во-первых, очень приятные. Кроме этого, с 10 утра до 15 часов дня на территории предприятия работал передвижной маммографический цифровой комплекс. Отметим, что организаторами Дня здоровья являются Министерство здравоохранения и социального развития Чуваши, Республиканский клинический онкологический диспансер, Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения и социального развития Чувашской республики, Общественное пациентское движение «Чуваши ради жизни» и Общественная организация «Чувашский республиканский совет женщин». По словам организаторов, такие осмотры и скрининги будут проводиться регулярно, и Дни здоровья пройдут во всех 26 муниципальных образованиях нашей республики, включая предприятия городов Чебоксары и Новочебоксарска. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов. Новости о Новочебоксарском.